Приветствую! Сегодня мы поговорим об одном интересном обвинительном приговоре, в котором суд признал виновным в уклонении от мобилизации человека, у которого мать имеет инвалидность второй группы. Почему так произошло и что делать, чтобы не оказаться в такой ситуации, мы сегодня и поговорим. Ну а естественно мы должны начать с разбора самого решения суда. Вот это решение суда, оно датировано 16 октября 2023 года и вынесено Лохвицким районным судом Полтавской области. Ситуация здесь достаточно стандартная, вот если мы ознакомимся с вот этой частью, то мы увидим, что человек стоял на учете военно обязанных, 5 сентября провели для него ВЛК и он был признан пригодным, далее 18 сентября он получил повестку на отправку и должен был явиться 19 сентября. Но он этого не сделал. В результате уголовное производство и суд. И вот что в суде человек пояснил. Как он объяснил, почему он не явился. И вот здесь читаем. Не появился через семейные обстоятельства, а саме через то, что мае на утриманні сина 13-ти роков, який є дитиною з особливими потребами, мае відхилення в розумовому розвитку, дружину не завжди слухає, а лише його як батька. Крім того, мае матір інваліда 2-ї группи позору та батька гіпертоника. У нього є ще рідний брат, який би міг доглядати за батьком, проте той у постійних відрядженнях. Пояснив далі він, що надає посильну допомогу ЗСУ продуктами, яку збирали, зокрема, в школі, де він працює. Крім того, на початку війни він брав участь як в воді автобуса в евакуації людей, зокрема, з міста Суми. І, конечно же, нас дуже дивляється ця, що він має матір інваліда 2-ї групи позору. І возникає питання, а почему в рішенні суда нигде не указано, що суд вообще на це обратив увагу? Якщо ми почитаємо полностью рішення суда, то ви не увидите нигде ні слова о тому, почему у цього чоловіка нет відсрочки. Нигде. Вообще, як будто оснований для відсрочки вообще нет. І вообще цей вопрос не піднімається. При цьому, к слову, нужно обратити увагу, що він указував на те, що у нього є сін 13 років, який є додатком з особими нуждами, з особими потребностями. Вот тоже вопрос, почему суд не проаналізував це, нікоим образом там не запросили документів, нічого. То есть, вот эти моменты суд вообще обошел стороною і нікоим образом їх не оценивал. Ну, возможно, в заседании це і оценивалось, але в приговорі це нікоим образом не отображено. Ідемо дальше. Что здесь еще есть интересного? Вот здесь есть интересное такое. Крім того, враховуючи суспільний та державний інтерес, суд вважає, що особа 4 має щомісячно в межах своїх можливостей перераховувати кошти на відкритий Національним банком України спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України. Обратите внимание, це достаточно, ну, скажем така, непривічна с одной сторони формулировка, а с другой стороны, если мы посмотрим предыдущі решення, які є в реестрі именно цього Лохвецкого суда, районного суда Полтавської області, то там ця формулировка достаточно часто использується. Но при этом эта формулировка указана не в резолютивной части, то есть это еще не обязанность человека. И если он не будет ее выполнять, это не значит, что каким-то образом это скажется на его судьбе. То есть он может на самом деле как перечислять эти деньги, так и не перечислять. Но суд вот говорит, что должен перечислять. И далее, что мы видим? Какое же решение этого суда? Вот здесь оно зафиксировано. Визнати винным у предъявленому обвинуваченні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтєю 336 КК Украины, и призначити йому покарання у виді трьох років позбавления воли. На підставі статті 75 Украины звільнити особа 4 від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом испытового строку тривал листю один рік не в чині нового кримінального правопорушення. То есть этот приговор нереальный, а то, что мы называем условное наказание. То есть если он в течение этого года не совершит нового правонарушения, то он не будет отбывать наказание. То есть не будет ограничена свобода его, и он не отправится в места лишения свободы. Почему суд в приговоре не дал никакую оценку тому, что с ребенком что-то не так, к тому, что у человека, мать, инвалид второй групи, мы не знаем. Возможно, все-таки в судебном заседании этот вопрос исследовался, но в приговор он не попал. В приговоре это обошлись стороной. Но главный для нас вопрос даже не в этом, не в том, почему суд там не разобрался в вопросах отсрочки. Для нас главный вопрос в том, а что нам делать, чтобы не оказаться в такой ситуации? Что делать человеку, у которого есть один из родителей с инвалидностью в первой-второй группе? Есть при этом другие люди, на утроманье которых может перебывать этот инвалид. Вот что делать в такой ситуации? Как себя защитить? Сейчас мы об этом и поговорим. Но перед этим хочу вам напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Информации там гораздо больше, и появляется она оперативнее, чем в ютуб-канале. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к этому видео. Там мы можем с вами пообщаться в комментариях. Так вот, что делать, чтобы не оказаться в такой ситуации? Если вас призывают и отказывают вам в предоставлении отсрочки, то вам нужно приложить усилия, чтобы получить письменный отказ. А для этого, соответственно, вы должны письменно обратиться к ТЦК и СП и попросить их предоставить вам письменный отказ. И сразу им заявить, что вы будете обжаловать их действия, что вы не согласны с их решением. Учитывая тот факт, что действующая редакция абзаца 11 ст. 23 закона про мобилизацию достаточно проблемная. И это значит, что вы имеете шанс на получение отсрочки. Более того, вот вдумайтесь, на самом деле, что на сегодняшний день статья 23 закона о мобилизации не синхронизирована со статьей 26 закона ОВО и ВС. Это закон о воинской обязанности и воинской службе. И эта статья 26 содержит перечень оснований для увольнения. И одним из оснований является наличие одного из родителей первой либо второй группы инвалидности. Причем там, когда мы говорим об увольнении, наличие других родственников, которые могут осуществлять утримание, не предусмотрено. Там вообще этот вопрос не рассматривается. И вот, если вы попали в такую ситуацию, то вам нужно постараться получить письменный отказ в предоставлении отсрочки. Возможно, если вас еще не призывают, постараться это сделать заранее, обратившись в ТЦК в письменном виде, даже не являясь туда. А далее вы сможете обратиться в административный суд и обжаловать это решение. И мы уже видели такие решения суда, где суд обязывает ТЦК и СП выдать отсрочку. Но что делать, если вам не повезло? Если ТЦК и СП отказал, письменно отказал, вы обратились в административный суд, административный суд вам тоже отказал в предоставлении отсрочки, то в этом случае обязательно, подчеркиваю, обязательно нужно это решение суда административного обжаловать. Почему? Потому что если вы его не обжалуете, ТЦК и СП может это использовать против вас, поскольку у него будет приюдиция, у него будет решение суда, которое подтверждает правомерность его действий, и тогда он однозначно идет в полицию, полиция открывает уголовное производство, дальше суд, и, соответственно, быстренько можно сделать вас виноватым. Но, если вы даже оказались в суде, вам нужно кричать о том и настаивать на том, что у вас есть право на отсрочку. И статья 23, 11 абзац, совершенно некорректный в данной ситуации. Плюс, конечно же, нужно позаботиться о том, чтобы заранее, причем заранее позаботиться о том, чтобы у вас были документы, подтверждающие отсрочку. Потому что если у вас, вот как в этой ситуации, да, есть у ребенка проблемы со здоровьем, ну, у нас же есть отдельные основания для получения отсрочки по заболеваниям детей. Используйте это, не забывайте об этом, готовьтесь к этому. Далее, в этой ситуации человек мог избрать, кстати, и другой путь. И это не значит, что я его рекомендую, но этот путь есть. Какой путь? Соглашаться на мобилизацию. Соглашаться на мобилизацию. А далее, как только он прибудет в ВЧ, подавать рапорт об увольнении. Сразу же подавать рапорт об увольнении. Почему? Да потому что по статье 26 закона Украины о воинской обязанности и воинской службы наличие одного из родителей со второй группой инвалидности – это основание для увольнения СВС. То есть здесь есть несколько моделей поведения, в которых человек может себя защитить. На этом у меня все. Если вы считаете данное видео полезным, поставьте ему лайк, поделитесь им в соцсетях и подписывайтесь на мой YouTube канал. Там вы найдете еще массу полезных видео. Ну а традиционно в конце я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.